Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Канал у меня самодельческий. Сегодня своими руками буду приводить в порядок этот диван, которому не так много лет. Ему всего лишь лет 5, но у меня двое маленьких детей. У меня есть кот. И за эти всего лишь 5 лет они превратили хороший, нормальный новый диван в какое-то ужасное месиво, которое только и хочется выкинуть. Но, друзья, я все посчитал. Диван, выкинуть диван и купить новый будет гораздо дороже, чем почистить диван. А еще будет почистить диван гораздо дороже, чем самому почистить диван. Поэтому сегодня я буду сам чистить диван. Взял вот такой аппарат Керхер в аренду. Кстати говоря, я его не купил. Стоит он, на самом деле, как чугунный мост. Но в аренду всего лишь 1000 рублей на сутки. За эти сутки я успею почистить диван, ковер и, может быть, еще что-то. В общем, давайте сегодня попробуем испытать этот аппарат. Ни разу им не пользовался. И покажу, что у меня получилось. Погнали! Так, для начала разберемся, как эту штуку подключать. Все, на самом деле, очень просто. В комплекте идет вот такая вот инструкция. Инструкция для дурачков, инструкция в картинках. Собственно, сейчас будем ее пошагово реализовывать. Для начала подсоединяем шланг. Ди-ди-ди-ди-ди. Очень тупо заходит. Шланг сюда и шланг для жидкости сюда. На другом конце шланга мы подсоединим ручку. И шланг для жидкости. Здесь, как мне объяснили, есть регулировка. Но человек, который давал мне в аренду, он поставил сразу в нейтральное положение. Сказал, вот так нормально будет. Так, дальше. Открываем вот эту емкость. Здесь есть ведро для грязной воды. Здесь сюда накапливается грязная вода и отсюда потом ее выливать. Но это же ведро можно использовать как ведро для смешивания раствора. Сейчас наполняем сюда воды. Вот здесь есть отметка максимум, не доходя 3 сантиметра до максимума. Так, набрал я воды. Вот. Но здесь воды быть не должно. Я вам сразу говорю. В комплекте дается такая баночка для анализов. Это химия Керхер. Вот. Здесь получается у нас 80 грамм. 80 грамм это на один раз. Мы ее засыпаем в ведро. Можно было бы и помешать. Ну, можно, собственно, и помешать. Тем более, как эта трубка валяется. Содержимое ведра мы переливаем вот в эту емкость под ручкой. Оттуда ее будет брать аппарат. Прогонять через систему. Чистить. И дальше грязная вода будет возвращаться в ведро. Важный момент. В инструкции отдельно написано. Здесь есть кнопки. Заливать воду по другую сторону кнопок нужно. Так. Возвращаем ведро на место. Закрываем отсек. Вот. И дальше у нас есть две кнопки управления. Первая кнопка. Вот эта. Это химия. Это нанесение раствора. И вот эта кнопка. Это удаление. Соответственно, как мы поступаем. Сейчас мы включаем вот это. И наносим раствор на диван. Ждем 10 минут. Включаем это. Убираем раствор с дивана. И потом проводим ту же самую операцию. Но здесь в баке у нас будет чистая вода. То есть убираем вообще все остатки раствора. И после этого смотрим, что у нас получилось. Станет ли диван как новым или нет. Погнали. Я нанес раствор. И надо подождать 10-15 минут. Кстати говоря, особого химического запаха я не наблюдаю. Но просто воняет, как будто мыло. Посмотрим, что получится. Итак, друзья. 10 минут прошло. Приступаем к уборке. Включаем вот эту кнопку всасывания. И поехали. До и после сразу видно, насколько был грязный диван. Итак, первый раз я почистил. Вот та часть дивана совсем хорошая. Здесь остались еще пятна. Но у меня есть еще средство и есть щеточка. Соответственно, в таких случаях рекомендуется еще раз нанести и потереть. Так, давайте посмотрим, сколько грязи нам удалось набрать. Вода черная. Так, надо сейчас поменять, добавить химии и пройтись еще разок. Потому что есть пятна, которые не удалились. Друзья, я провел два цикла. Два раза, получается. Я наносил химию, ждал 10 минут, потом ее смывал. Наносил, смывал. И теперь заливаю в аппарат чистой воды. И проведу еще один раз то же самое. Но одновременно. Одновременно буду наносить и смывать. Таким образом появляются остатки химии. Я думал, что это будет финальное полоскание. Но, друзья, смотрите. Вновь черная вода. Мне кажется, сейчас нужно будет поменять воду и пройтись еще раз. Ну что ж, друзья, вот такого результата мне удалось добиться буквально за час. Два раза со средством, два раза с водой. Осталось дождаться, пока все это дело высохнет. Сейчас он не мокрый, он такой влажный. Но часов шесть меня предупредили, диван будет сохнуть. В принципе, штука прикольная. Если покупать, то очень дорого. Если брать в аренду, то буквально тысячи, полторы тысячи рублей. В нашем городе стоит в аренду такой аппарат. Ну и помимо дивана я же еще почистил ковер. Несколько кресел. Еще что-то просто снимать не стал. Так что на весь день, я думаю, отличный вариант. Еще это отличный вариант для идеи для бизнеса. Друзья, можно купить себе такую штуку и сдавать ее в аренду. Это был Миклуха Макфлай, друзья. Делайте вещи своими руками. Пока-пока.